всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и у нас с вами сегодня очередное видео по мотивам вот этой вот модели с алиэкспресса то есть это кофточка завоевала сердца многих и многие хотели бы ее связать и я вам своих видео показывают то что у меня получается я не стараюсь повторить изделие с этой фотографии я вижу на свой вкус и показываю вам кому интересно тот смотрит в данный момент у меня провязана половинка передней детали сделано убавки для v-образного выреза горловины и вывязан плечевой скос и сейчас я вам покажу как сделать расчеты для того чтобы прийти к тому же количеству петель линии плеча который у нас получилось на спинке также я вам расскажу как сделать расчет ритма прибавок для v-образной горловины и покажу как этот вырез горловины решила оформить я то есть сегодня речь у нас пойдет о передней детали этого изделия и если нижняя часть вяжется полностью идентично спинке то есть мы набираем такое же количество петель провязываем такое же количество рядов резинки далее мы делаем прибавки для основного узора и вяжем основной узор до того момента пока мы не достигнем уровня от которого нужно будет вывязывать горловину и так давайте немножко посчитаем и вспомним что мы с вами рисовали в прошлом видео помните мы с вами вычислили какое количество петель у нас будет оставлено на плечевой скос ну то есть на линию плеча у меня тут получилось 44 петли у вас возможно какие-то свои расчеты то есть в этом случае при вывязывании полочки мы должны прийти к такому же количеству петель на плече но сразу же хочу отметить раз я здесь вывязывала вот эту планку и так забегая вперед скажу что она у меня пойдет и на спинку потом здесь в передней части нужно будет оставить на это количество петель больше чем для спинки то есть вот сейчас я если я цеплю вот вы увидите на спинке у меня вот здесь заканчивается вот изнаночная петля до от узора идет вот у меня заканчивается плечевой шов а на полочке вот она серединка этого рапорта вот она изнаночная петля и здесь еще раз два три 4 5 6 петелек то есть у меня на линии плеча спереди приходится 44 петли плюс петли планки вот это вы должны уяснить теперь делаем расчет высоты то есть это вы можете примерить либо каким-то образом измерить от линии плеча на себе до какого уровня вам вот этот вот вырез необходим вычислить вот эту высоту и перенести эту высоту на рисунок нашего джемпера смотрите раз у нас вот такие большие рисунки здесь вот все просто то есть вот она вот эта высота вычисляете от какого места вам начинать вырез горловины вывязывать и соответственно по схеме вы потом сможете сосчитать сколько у вас рядов будет приходиться вот на эту высоту можно даже не вычислять здесь плотность вязания и не делать какие-то дополнительные расчеты то есть все можно сделать по схеме смотрите я в своей полочке остановилась вот в этом месте то есть я вычислила вот эту высоту и решила что мне нужно вот видите у меня узор начал вывязываться и вот в этом месте я начала вывязывать вырез горловины можно его было начать вывязывать здесь можно еще где-то дальше либо ближе смотрите сами по своим размерам по своим предпочтениям глубины выреза и так далее то есть в своем случае я остановилась в седьмом ряду я начала вывязывать уже вырез горловины и вот здесь вот если вы приглядитесь смотрите вот средняя петля вот она серединка раппорта узора вот она средняя петля изнаночная здесь две петли лицевые и для того чтобы у меня здесь не образовалось каких-либо перетяжек я вот эти две лицевые петли перекрестила между собой вот видите у меня вот эта петля уходит в эту сторону а правая петля верни косичка петель да она уходит под под нее то есть тут у меня прошло перекрещивание из вот этой изнаночной петли я вывязала 2 то есть одна у меня осталось на эту сторону вторая петля у меня пошла кромочной петлей вот к этой резиночки все то есть тут одна петля получается добавляется потом по схеме я посчитала сколько у меня нужно сделать убавок то есть вы понимаете в данный момент вот такое количество петель мы должны прийти вот к этому количеству петель разницу мы должны убавить далее мы смотрим по схеме сколько у нас будет рядов то есть целая схема это 30 рядов вот например я здесь началась 7 ряда то есть я начинаю считать от 7 ряда до далее здесь целая схема здесь 30 рядов и вот здесь у меня еще есть высота на плечевой скос то есть вот это количество рядов я должна разделить на количество петель которые нужно убавить распределять убавки вот эти вот равномерно абсолютно не обязательно то есть смотрите как я убавляла вот до того момента пока я вывязывала вот этот рисунок у меня убавки были в каждом втором ряду то есть я в каждом лицевом ряду делала убавки то есть мы с вами здесь вяжем поворотные ряды как только я в лицевом ряду провязываю вот эту планку я делаю убавку после того как я вывязала вот этот раппорт вот здесь я начала убавки делать уже с другим ритмом то есть в первом например третьем ряду я делала убавки в пятом ряду убавку я не делала седьмом девятом убавки делала в одиннадцатом ряду убавки не делала то есть два лицевых ряда подряд делаю убавки потом лицевой ряд пропускаю то есть я дальше делала вот с таким ритмом и в самом конце вот тут где уже вывязывается плечевой скос убавок у меня нет и смотрите за счет того что я убавки делала не с одинаковым ритмом у меня линия планки не получилось какой-то вот такой прямой и неестественной вот здесь вот у меня она такая вот видите более полугая раз здесь в каждом втором ряду я делала убавки далее она уже переходит в более вертикальную и здесь прямая вертикальная линия в самом конце согласитесь такая линия горловины ляжет комфортно по телу и будет смотреться более естественно чем вот было бы совершенно вот такая прямая и ровная линия поэтому я вам сразу хочу сказать не делайте одинаковые убавки пусть здесь их будет больше здесь меньше на самый верх можете убавки совершенно не оставлять теперь смотрите вот в этом месте я обрываю хвостик нити переношу эти петли на дополнительную леску можно на нитку и начинаю продолжаю вернее вот этот вот ряд который я провязывала с этой стороны здесь развернулась и пошла вязать в обратную сторону я начинаю вязать этот ряд от центра полочки то есть вот здесь я сейчас буду вводить новую нитку и так смотрите вот это у меня петля вывязана из изнаночной она у меня будет кромочной далее идет у меня лицевая петля который мы перекрестили вот здесь вот из-под низу выходит дальше у меня идет уже по рисунку в седьмом ряду изнаночная лицевая изнаночная и вот в этой петле я буду делать убавки то есть сейчас мне нужно сделать убавку с наклоном влево чтобы вот эта вторая петелька ушла под первую помните да я вам показывала как убавки делаются вправо как влево соответственно с этой стороны я делала убавки с наклоном вправо вот убавку сделала и дальше я продолжаю все вязать по схеме мы сейчас провязываем вторую часть переда вывязываем все по схеме все рапорты проходим также делаем вот здесь вот убавки так как вы посчитали свой ритм с таким ритмом здесь убавки и делайте и в самом конце не забываем про то что мы должны еще сделать скос плеча вырезать то есть также точно мы расставляем маркеры как на спинке до через какое-то через какие-то промежутки вот видите у меня принципе здесь даже видно что вот здесь вот были поворотные петли расставили вот эти маркеры и уже поворотными рядами укороченными рядами то есть каждый ряд все короче 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 и короче и короче вот в итоге у нас с вами получится вот такой вот скос плеча все продолжаем вязать дальше в следующем видео я вам расскажу о том как я буду вязать рукава ну и наверное мы уже поговорим о сборке изделия